И город уже начал затапливать, хотя официально начавшимся паводки не объявлено. Первыми пострадали жители частного сектора. Сейчас они пытаются защитить свои дома от большой воды. Дмитрий Ковалев с удивлением узнал, что люди не стремятся застраховать свои имущества. Приближение паводка первыми почувствовали водители. Вода уже размывает дороги. На улице Харьковской машина провалилась в яму. Гравий просто вымыло из-под асфальта, и он просел под тяжестью автомобиля. Талая вода топит улицы, на которых нет ливневок. Не видно, что под водой. Ямы не ямы. Страшновато, да, медленно. Ускорение снижаешь, скорость проезжаешь потихоньку. Ждут, пока убежит или высохнет. Ну, в лучшем случае канавку продолбят. Когда потеплеет, каждый дом на улице Симашка затопит. Их здесь несколько десятков. Полы в этом году придется менять. Это тысяч пятьдесят опять. Вот за зиму копим. Ну, каждый год же не будешь полы менять, потому что поднимает вода. Представляете, талая вода заходит в дом. Мебель выкидывать надо. Ну, это проблема очень большая. Вывезти весь снег с улицы местным жителям не по карману. За каждый самосвал нужно заплатить три тысячи рублей. А нужно больше сотни машин. Поэтому здесь копают сточные канавы. Но у дома Василия Скачкова она покрыта льдом. Сил на такую работу пенсионеру не хватает. Мужчина уже приготовил насос и надеется на погоду. Снега, конечно, больше в два раза, чем в прошлом году. В прошлом году, 23 числа, 23 марта, уже мы качали. Вода стояла. А нынче еще вот пока держится. Но если будет морозы, оно будет вымерзать. Так, может быть, это спасет. Неблагоприятные прогнозы подтверждают синоптики. Снега больше обычного. В земле много влаги. А значит, талая вода останется на поверхности. Уже в конце марта специалисты прогнозируют положительные температуры днем и ночью. Сейчас мы видим, что с 24 числа у нас антициклон разрушается, отходит. И мы попадаем уже в циклоничность. У нас поменяется ветер. У нас температура будет дневная более высокая. И, конечно, мы ждем, что интенсивность снеготаяния увеличится. В списке мест возможного подтопления улицы Симашка нет. Проблемы, рассказывает Нина Русакова, в трех домах на перекрестках. Там никто не живет. А значит, и за ливневками никто не следит. Женщина просила выделить спецтехнику у администрации округа для очистки труб. Безуспешно. Я даже не представляю, сколько воды у нас будет. Это все к нам побежит. Вот такая, вот 16-я. Вот это вот туда, с Чечерина улица, с Московской. Все вода у нас, и она так сильно идет. Этот снег весь к нам. Чиновники отчитываются. Там, где было необходимо убрать снег, работы уже закончены. По официальным отчетам даже перевыполнили норму. От снега очистили 300 мест возможного подтопления. По списку их всего 254. В него попали только те дома, владельцы которых уже несколько лет терпят убытки от паводка. Во всех остальных случаях винят собственников. Но готовы выделить им технику для прочистки водосточных труб. Включаются в первую очередь те места, которые из года в год попадают под подтопление. Мы выезжаем, смотрим. И подтопление связано в связи с тем, что жители не выполняют свои обязанности по очистке ливневых канав. То есть, соответственно, эти места в перечень не попадают. Как заявляют в мэрии, ливневая канализация полностью готова к весне. Рабочие очистили 3000 колодцев и 20 тысяч погонных метров труб. Но судя по тому, что паводок еще не начался, а вода уже заливает улицы, этого явно недостаточно. Дмитрий Ковалев, Павел Ходынский и Алексей Попов. Омск здесь.